Великого Шелкового Пути Создали дорогу по Миралай, юг и север, и этот маршрут не менялся в весь 15 век. История рассказывает, что на развитие торговли, образование и культуры кыргызов повлиял Великий Шелковый Путь. Через Ож проходила дорога, соединяющая Восток и Запад. Из Китая через Ож провозили товары в страны Европы. В то время в Оше были развиты караван-сарай, общественные места. В Ож переселялись из других мест и оставались здесь жить. Географически удобное расположение города на Великом Шелковом Пути стало причиной того, что Ож стал транзитным городом на протяжении тысячи лет. Местное население зарабатывало тем, что обслуживали караванщиков и путешественников. Ож притягивал торговцев, различных мастеров, дихкан, фермеров удобностью обмена товаров. И в наше время сохраняется место древнего Оша в международных торговых отношениях. Это и сегодня продолжается в новом варианте. Например, везут товары из Китая в Нашош или Карасу и отсюда перенаправляют. Великий Шелковый путь существует и по сей день. Кроме торговли, приоритетным направлением экономики Оша является туризм. Древний город, всемирное наследие ЮНЕСКО, Сулайман-гора, старейший рынок – все эти достопримечательности привлекают туристов разных стран. Также расположение Оша на пересечении дорог Великого Шелкового пути делает его транзитным узлом, перенаправляя туристический поток в страны Средней Азии. Чем мы издревле гордимся? Конечно же, рынком, Сулейман-горой и гостеприимным населением. И экология, ландшафт наш тоже привлекает многих. Вот арабы говорят, что мы живем в раю. Экономическая жизнь Оша начала развиваться по-новому, когда Кыргызстан состоял в составе Советского Союза. Возобновилась промышленность Юга. Хлопкоперерабатывающий комбинат, текстильный комбинат, комбинат Ожджибек в свое время были крупнейшими производственными организациями в Средней Азии. Но с приобретением суверенитета производство прекратилось из-за того, что самостоятельно эти комбинаты производить не смогли. В настоящее время экономика города развивается за счет частного предпринимательства и инвестиций. В Оше в основном нет нелегкой и какой-то другой промышленности. Сейчас тоже, как во время Великого Шелкового Пути, экономика Оша состоит из торговых отношений. В основном народ живет за счет того, что участвует в торговле. Согласно национальной стратегии устойчивого развития до 2017 года, Кыргызстан вместе с развитием гражданской авиации создает Авиахаб в аэропортах Манас и Ош через систему АЧИК-Асман для развития отношений с ближними и дальними странами. Международный аэропорт является одним из крупнейших аэропортов Ферганской долины. География перевозок охватывает Ближний Восток, Россия, Китай и соседние страны в Средней Азии. Если будет создан этот хаб, то по линии транспорта будут большие доходы. Значит, достанется не только республиканскому бюджету, но и местному. Если будет хаб, будут не простые люди, а большие инвестиции. И тогда будут провозить товары через Кыргызстан не только из Китая, но и из других стран. И даже если 10% будет оставаться у нас, то сколько рабочих мест будет еще. Создание регионального хаба по перевозке грузов на базе международного аэропорта Ош – это возрождение Великого Шелкового Пути в современном Кыргызстане, что в свою очередь представляет особую привлекательность для развития туризма. Безвизовый режим для стран СНГ, а также 44 зарубежных стран сроком до 60 дней. Открытость экономики, либеральный торговый режим, формирование крупного регионального транспортного узла в Ошском международном аэропорту станет настоящими воротами для туристов со всего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова